Фиалки Большое значение Семенное размножение То, что Семена дают новые сорта За которыми мы гоняемся Которые мы ищем Цветоносы Размножаются цветоносами Но в этом плане пасынок Он вообще, по-моему, немножечко Даже несколько из ряда Если там мы сами что-то делаем Вот надо То пасынок может растение нам само подарить Особенно, когда молодое Крепко ему надо расти Ему надо разоржаться Он выдает пасынки Но когда вот Уже опытные такие вот цветоводы У них вообще не возникает проблем Оставлять, не оставлять пасынок Надо, не надо На формах цветочек Периодически От, скажем так, фиалководов С небольшим стажем Появляются вопросы Оставлять пасынок, не оставлять пасынок Ну, во-первых, вы для себя должны ответить А что вы хотите от растения Если вам не надо ни с кем делиться Этим сортом Мало ли всякого Вам достаточно вот этого Вашего растения, которое у вас есть Его, этот пасынок, убирайте И не заморачивайтесь С никакими заморочками Все-таки Он отбирает некоторые силы у растения Особенно на первых порах Когда его надо вот вырастить Может не совсем ровная розетка Будет это самооказаться Вот, но Если вам Опять же Нужно с кем-то поделиться Как-то что Вы оставляете пасынок Доводите его до Ну, опять у каждого У меня вот есть Единственное жалкое Не оказалось растения На котором Вот Может На котором Рост бы пасынок Который уже можно нормально Отделяем С другой стороны Если у вас Какая-то новинка Особенно если растение Это Такой сложной Фантазийной окраской Опять же Химера То Вы можете еще подумать А может быть Есть смысл Оставить пасынок И его размножать дальше Но Не всегда растение Вам выдаст Само по себе Этот самый пасынок Тогда уже мы Сами организуем Его выращивание Значит Вот В литературе Которая вот была Еще написана Где-то вот в 90-е годы Значит Есть такой способ Когда Стимулирует Фиалку на Пасынкование Это вот Отщипывает макушку И она уже дает пасынке Это Ну как Имеет право на жизнь Мало ли Какие обстоятельства Бывают в жизни Да Но при этом Само растение Как Скажем так Вот Как для цветения Оно уже Можно сказать Не существует Только уже Как маточник Может использоваться А есть такой способ При котором Можно сказать Убиваются Два зайца Еще неизвестно У которого Зайца Шкурка Более ценная Это когда Вот Получается Вот такое Ну это уже Специально Выращенное Безобразие У которого Вот очень Такой Вот Высокий 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 Стволик И он уже Вот Качается Шбуршится Значит Мы делаем И омоложение У нас вот Верхняя часть Остается И у нас Нижняя часть Она будет работать Как маточник Для пасынков Значит Поскольку У нас все-таки Основное Пасынки Я уже Про макушку Так Постольку Поскольку Значит Мы Я допустим Вот Обрываю Стараюсь Пару рядов Черенков Чтобы можно было Отрезать Более-менее Ровно Вот Когда Отрезаю Я не стараюсь Отрезать ровно Чуть позже Я скажу Почему То есть Я Вот Оторвала Пару рядов Которые Которые Опять же Можно использовать Для дальнейшего Размножения Я Оторвала Листики И теперь Берем лезвие Я не заморачиваюсь Никаким спиртом Ничего Не обрабатываю Вот Взяла Лезвие Чистое Так И Вот По Стволику Обрезаю Значит Тут я стараюсь Больше Оставить Вот Легкий Чтобы он Было Чем Укорениться И Обрезаю Вот Это Вот Все Значит Макушку Мы Приводим Состояние Нормальное И потом Сажаем А во что Сажаете Чуть попозже Это мы Вот И у нас Остался Вот такой Вот пенек Он может быть Самый разный Хорошо Когда у вас Растение Ровненькое Такое Вот Все Такое Складненькое Но бывает Вот Такое Значит Я когда Первый раз Вот Делала Так сказать Усекновение Голова У меня Было Два Растения Причем Одно Такое Ровненькое Хороший Стволик Просто Он уже Был Такой Пальмочкой А другой Вот Что-то Типа Этого И вот Когда Ровненький Я Хорошо Хорошо Обрезала Ровненько Ровненько Еще Похвалила Себя Ой Какая Умница Все Все Ровненько Обрезала То есть У меня Было Ну Примерно Вот Так Как Вот Здесь Но Когда Дальше Уже Пошли Они У меня Стоять На Стеллаже То есть Поставила Вот Необязательно Подсвет Где-то В стороночку Вот Тот Самый Который Оказался Хорошо Ровненько Обрезан Он У меня Стоял Долго И Нудно Вот Я Не знаю С чем Это связано Поскольку Я Вообще То Снег Не так Давно Что называется С растениями Пошла Дрожить От этого Была Очень Далека То ли Это Просто Совпадение Он У меня Долго И нудно Стоял А Вот Другой Который Был Вот Такой Вот Кривенький Непонятно Какой Вот Самые Верхние Листики Я У него Обрала То Здесь Получилось Где-то Вот Ну Пару Миллиметров Вот Собственно Вот Среза Да Он у меня Пошел Уже Выдавать Малюсенькие Пасынки Уже Где-то Наверное Ну Через пару Недель Уже Было Видно Вот Эти Вот Зачаточки Да Вот С тех Пор Я Уже Не Заморачиваюсь Ровненько Обрезала Неровненько Обрезала Я Всегда Оставляю Такой Вот Небольшой Вот Пенечек На Пасынки Значит Вот Он Дает Дает Растет Вот Он Может Дорасти Вот Но Это Уже Слишком Большие Я Просто Уже Когда Это Пасынки На Стволике Но Тут Уже Такие Пасынки Что Караул Вот Значит Обычно Я до Такого Состояния Не Довожу Но В данном Случа Хороший Мне Нравится Этот Пасынок Нет Он Пасынок Отличный Просто Ну Я Раньше Открою А мне Кажется Что Не Надо Спешить Это Надежно Что Это Есть Вот Это К вопросу А Когда Его Отделять От Ствола Но Это Мне Кажется Вот Так же Как И Когда Детки От Черенка Где-то Вот Было Сказано Кем-то Когда Не Страшно Это Делать В принципе Здесь То же Самое Потому Что Когда Слишком Маленький Пасынок Он В принципе Вот Может Просто Вот Сам Разделиться На Отдельные Эти Листики И Все Мы Ни Пасынка Ничего Получим И Вот Такой Пасынок Значит У Меня Самый Главный Инструмент Это Зубочистка Очень Удобно Вот Мы Под Самое Основание Сюда Поддеваем И Аккуратненько Так Немножко Провернуть Все У нас Получается Вот Такая Хорошенькая Уже Достаточно Большая Растежка Извините Это Под основание Где он Растет Да Это Под основание Да В принципе Вот Он Глубоко Извините Вы Знаете Вот Здесь Уже Не Страшно Ковырять Глубоко Но Если Это Вот Розетка И Которая В которой Не до такой Степени Конечно Потому что Она Уже Будет Несколько Вот Искривленная Ну Где-то Вот Такого Небольшого Размера Я Стараюсь Глубоко Не Ковырять Если Что Называется Ценный Зайчик Можно Глубоко Ковырнуть Просто Может Лист В В Чем Основании Он Сидит Можно Его Сковырнуть Ну Как Когда Это Можно Стерпеть Когда Нежелательно Потому Очень Глубоко Стараюсь Не Делать Вот Такой Пасыночек Получается И Мы Его После Этого Укореняем То Это Вот Пенечек У Меня Стоит Ну Наверное Где-то Вот С конца Апреля Прошлого Года То То Он Может Давать Пасынкам Долго И Нудно Пока Вот Уже Сами Листики Ну Сколько Можно В конце Концов То Все Эти Пасынки Мы Сковыриваем И Сажаем Наташа Наверное Из пазухи Каждого Листа Который В хорошем Состоянии Можно Дождать Почти Да Просто Нижние Листики Могут Загнуться Потому Что Наверняка Сначала Пойдут Пасынки Сверху А потом Идут Снизу Но Ирина Леонидовна Вот тут Я немножечко Хочу вас Поправить По поводу Того Что По поводу Пасынков Это Первый Мастер Класс Значит В прошлом году Если я не ошибаюсь В бае месяце Когда Была выставка Регионов Значит Был Коллекционер Из Белоруссии Юрий Чубук У них Была такая Интересная Тема Что-то Когда Фиал В весенний День Что-то Пень Фиал Весенний День Фиал Тоже Стать Мечтает Да И Он Настолько Интересный Способ Рассказал Я его Потом Попробовала То есть Если здесь У нас Остаются Листики То там Вообще Снимаются Все листики И остается Только вот этот Один столбик Я Попробовала Но Первый раз Когда делала Я Проскочила Мимо Очень важной Фразы Вот этот Вот столбик Он должен быть Очень хорошим Крепким И живым Но у меня Получилось так Что здесь уже Было Практически Усохшее Но ничего Он и не дал И вот Такой Стволик Вот он Дает Пасынка Практически Вот не хуже Чем вот этот Вот этот Пенек У меня Стоит Где-то Наверное С начала Декабря Причем На нем Вот Листья Я изначально Не оставляла Вот Единственное Что Вот Когда Ставим Пасынки Чтобы растение Давало Пасынки У меня Они стоят На стеллажах Также И стоят На стеллажах Рядом С фрилкой Только Немножечко Вот где-то Там В стороне Вот это Единственный Напенек Который Я поставила В тепличку Просто Меня немножко Смутило Все-таки Пестролистный Сорт Вот Вот этот Вот Момент Тем не менее Он дал Кучу 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 И еще Там Целая Куча Идет Растет И в принципе Я люблю Вот такие Вот Такого Размера Пасынки Они такие Не очень Большие Но уже Совершенно Вот Самостоятельные Вот Примерно Вот Такого Размера Я уже Как бы И укоренял И в чем вы укореняли Такие небольшие Пасынки Тестролистные Вот Сейчас Мы пойдем Укоренять То есть Мы вот Вырастили Пасынки Они у нас Выросли Теперь нам Надо И укоренять Сейчас я Все лишнее Упил Чтобы тут Не мешало В таком способе Место экономится Насколько Я помню А вот это Экономится Вообще Обалденно Просто Вот Теснее Можно поставить И все У меня Здесь есть Погибали Ну видно Должен быть свеженький Сорта еще И от состояния Вот самого Вот этого Вот пинка Так Значит Укореняю я Пасынки Так же Как и детки Так же Как Вернее Так же Как и листики В торфяных Таблетках Значит Причем Не так давно Я стала Для этого Не только Торфяные Но еще и Кокосовые Таблетки Они в принципе Такие же Как и торфяные Но у них Немножко Другая Структура Причем У них Если Вот мы Привыкли Торфоперегнойные Таблетки Или Грунт Который На основе Торфа Вот пока Он Влажный Он темный Даже можно Что называется Пальчиком Не трогать То вот с этим Надо быть Очень осторожным Сначала Я попыталась В одних Кокосовых В принципе Они дают Результат Хороший Даже вот Немножечко быстрее Чем в одних Торфоперегной Таблетках Где-то Ну на неделю Так Ну может быть До 10 дней Вот я просто На своих Растениях Пробовала Немножечко Ускоряется Процесс Прорастание Допустим Тех же фрагментов Стрепсов Листиков У фиалок Но Они сами По себе Рыжие И вот здесь Надо Вот себя Немножечко Вот визуально Рыжие Это не значит Пересохшие То есть Контролировать Вот это Значит Я делаю У меня так Исторически Сложилось Вот таблетки Беру большие 44 миллиметра Я и беру Четыре В принципе У меня Как бы Порция моя 16 таких Таблеток И четыре Вот кокосовых Таблетки Мы Опускаем В воду Желательно Тепленькую Чтобы Это все Дело Разбухало И Ну тут я Маханула Много воды Желательно Много воды Не наливать Лучше Потом подлить Чтобы Вот все Эти Питательные Вещества Которые В таблетках Находятся Для ускорения Росту Чтобы они Не переходили В воду Но пока У нас Вот будут Расходиться Таблетки Я займусь Еще другим Очень полезным Делом Значит Мне Чем не нравится Чисто В токфенных Таблетках Немножечко Тяжеловато Вот разделять Допустим Если Это Детки От листика Да Ну поскольку У меня Один и тот Шагрунт Я вот Все равно И делаю Так Я добавляю Перлит И вермикулит Сюда Значит Но Вот обычная Упаковка Вот из дома Фиалки Вермикулит Да Вот чем Мне нравятся Эти упаковки У них Двойные Вот такие Вот Пакеты Значит Тут Если внимательно Посмотреть Есть И хорошие Крупные Вот фракции И есть Такая Вот практически Пыль 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 Которая Нам В громке Совершенно Не нужна Ибо Она Не на Разрыхление Грунта Работает А наоборот Вот уплотнение И забиваются Все эти Поры Это не есть Хорошо Для воздухообмена В этом деле Значит 200 миллилитров Чашка Одну чашку Перлита Одну вермикулита Очень аккуратненько Вот это все Дело Набирается Это дело Пыльное Чтобы нам Не дышать Прям аккуратненько Все вот сюда Вот высыпаем И закрываем И чтобы Наш нос Всю эту пыль Не мухал Легкий И пропускал То же самое С перлита То есть набираем Сюда И аккуратно Убираем Все Дальше мы Все это дело Закрываем И просеиваем То есть Вот даже Здесь Это 50 миллилитров Да Вот из 100 миллилитров Всего этого дела Уже видно Сколько вот этого Мусора Который Немух Который Я пыталась Вот здесь Промывают Ваги Как-то я Не прочувствовала То есть Часть пыли Остается Мокрый Вот А здесь Уже видно Вот вы просеяли Она у вас Ушла И вот Пыли Уж точно То есть Вот сейчас Пока Это все дело Постоит Немножечко Как бы Пыли Осядет Чтобы нам Этим делом Не дышим Вот К этому времени Таблеточки У нас Уже готова Ну поскольку Тут я воды Бухнула Конечно Много Их Отжимаю Эти таблетки И все это Делаю Выпокачиваю Отдельно Ее Уже Таблетки 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 И кокос И вот Видно Он вообще В руке Вот он Более рассыпчатый Как кропичками Такой идет У вас Четыре Торфяных И одна Торфяных На кокос На четыре Торфяных Так И Туда Все Вот И сюда же Высыпаем Все Вот это Уже Просеянное Разрыхлитель И аккуратно Потом Все это Или выбрасываем Или высыпаем Опять же Подальше От своего Носа Все Все Теперь Хорошо Все Перемешиваем Я больше Люблю Убой Он как-то Надежнее Но в тазике Это само собой Да Просто Немножечко Еще вот Разминается Торфяная Не кокос Торфяная 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 Теперь сажаем наши пасынки. Вот такой пасынки, конечно, можно посадить в больший стаканчик, допустим, 80 миллилитров. Но у меня сюда не поместится, я его не буду. Обычно я сажу вот такие небольшие, 50 миллилитров. Я сначала пробовала в большие, но у меня я их переливаю. То есть для них как бы многовато, мне проще в маленький, потом пересадить уже чуть побольше, потом уже побольше. Значит, я обязательно пишу, какой это сорт у меня сажают. И я пишу дату. То есть дату для чего просто контролировать развитие самого растения. Иногда бывает, кто-то хорошо растет, бежит, а иногда вот смотришь, сидит, 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 не пойми чего. То есть в этом случае надо будет просто поменять грон. Ну, мало ли что, может быть в гронде что-то не то попалось. Значит, это у меня сезли на романс. Так, мы эту вот веточку приклеиваем и насыпаем вот эту вот грон. А вы дырочку делаете, да, потому что? У меня здесь дырочки я несколько одновременно шилом прокалываю. Оно как-то быстрее так получается. Значит, вот здесь у нас практически нету вот ножки, да. Я ее не делаю. Единственное, я вот этот малюкосенький листик оторву. Я ее не делаю, листики не обрываю. Я ее вот чуть-чуть-чуть-чуть делаю углубление просто, чтобы немножко можно было дальше туда. И я закрепляю. Если у него есть длинный стволик, чтобы не шаталось, просто вот такими вот одноразовыми мешалками. Они очень удобны, просто не шатаются. Если вот такой вот экземпляр, когда совсем небольшая и здесь получается только плоский несколько, да, идет просто соприкосновение, чуть-чуть вот его уплотнить, чтобы не болтался в воздухе вот этот вот стволик основания. Вот. И очень хорошо, мне очень нравятся обычные канцелярские скрепки, которые немножко вот так вот раздербанить на две части. И очень аккуратно такой вот скрепочкой пару листиков пришпилить. Не очень плотно, не надо слишком стараться. Это нижние, да? Да, вот нижние листики, где-то вот противоположные, да, чтобы они не болтались. Так, слегка, один и второй, то есть они вот здесь свободно, их туда не утрамбовываются, но он уже и не шатается. И поставить, я их всегда ставлю в теплицу, несмотря на то, что они выросли на свежем воздухе, условно говоря, да, в квартире, но для того, чтобы быстрее дали корешки, я ставлю в теплицу. Где-то, ну, недели через три, особенно если вот прозрачный стаканчик, уже видно, что идут корешочки, и я их вытаскиваю сразу из теплицы и без предварительного закаливания, скажу так. Так, если вот такой вот маленький, ну, в принципе, то же самое сажаем. Кто-нибудь хочет посадить, нет? Нет желающих? Можно. Спасибо. Так, тогда держайте вам все это дело. Сажайте здесь. Так, сейчас я вам напишу название. А у вас теплицы для каждого или много сразу ставить в одну большую? Нет, вот у меня в основном, вот домфиалковские теплицы, они достаточно такие приличные, хорошо, много помещается. Если у вас один-два, ну, вы можете вот любой вот типа одноразовый контейнер приспособить, да, даже в крайнем случае можно вот пакетиком накрыть и такой вот небольшой вот парничок ему организовать. А когда корни дает, вы его вытаскиваете и все уже больше? Да, когда корни дает, я его вытаскиваю. Так, держите. Нашлю, к чему-то к нему, чтобы знали, как его зовут. А когда корни он дал, вы не пересаживаете уже побольше стаканчик? Вы знаете, я пересаживаю стаканчик побольше, но уже смотрите, как идет развитие корневой системы. Если он только дает вот несколько корешочков, ну, как, вот опять же, опять же, каждый для своих условий. То есть вам нужно посмотреть, как у вас будут они расти. Для меня лучше, чтобы здесь было много-много корней, и потом я его уже пересаживаю. Ну, и когда у этого будет много-много корней, ну, шестемерку совершенно точно, может быть, даже восьмерку. Есть смысл пересаживать. Потому что когда, у меня бывает, я либо пересушиваю, либо заливаю. Вы как, единичный или в поддон поливаете? Нет, нет, вот в маленьких я поливаю каждого отдельно. Это самое обычное, небольшое, с прицовочкой такой. А вы сверху, да? Ну, вот сверху, да, самое, вот в край, не попадая в точку роста, очень аккуратненько так. Вот, даже видно, вот, грунт влажный. Сколько он здесь стоял, уже вот у него начинает вот, как бы, влага немножко вот выступать, да? Вот, ну, в принципе, вот... А как часто вы поливаете? Раз, неделю, две, два? Вы знаете, все зависит от того, как быстро пересыхает у вас. Вот взяли, вот почему я говорю, с кокосовыми мне немножечко вот пока к этому делу приспособилась. Если это торфяные таблетки, у них хорошо видно. Пока влажный, во-первых, сами темные, а потом даже вот, если, опять же, прозрачный стаканчик, видно, здесь вот выступает вот мельчайшие-мельчайшие копейки воды. То есть не надо в таком случае поливать, да? Вот когда уже, вот пальчиком попробуйте, такой уже до тряпочки, конечно, не надо добавить, потому что растения еще корней немного, и ему это вот сложновато, пока оно должно себя вот довести до определенного состояния. Вот, не пересушивать. А в теплице, в принципе, вот пока вот влажный субстрат, да, вот в который посадила, она может стоять и две, и три недели, и можно его не поливать. Тем более, там вот именно создается условие, такая влажность достаточно приличная. А в тепличке дырочки есть? Есть, дырочки есть. А сколько примерно дырочек? Ну, вы знаете, вот на вот эту вот большую, ну, честно говоря, считать не считала. А вообще, они только у вас на крышке дырочки или по бокам на стенах? Нет, у меня только в крышках дырочки, да. А скажи, я не знаю. А еще черенок, черенка не подключилась? Вы знаете, вот пока здесь вот лежало все это дело, да, вот готовили грунт, ну, мне кажется, этого достаточно. То есть они уже, здесь у вас нету вот этой вот влаги конкретной, да, и я больше не подсушиваю. Как-то он меня не загнивало, причем я ничем не присыпаю это дело. Вот, нет, углем я не присыпаю, ну, как-то нет. Вы знаете, вот по поводу стимуляторов, я как-то вот чисто для себя сделала эксперимент, да, ну, правда, на черенках, но это, мне кажется, в данном случае не суть важна. То есть у меня был грунт, который для взрослых растений, взяла вот из токфяных таблеток, в которых укореняю. Значит, я посадила так. Один черенок, вот, обычную в токфяную таблетку, без ничего, другой в токфяную таблетку, но... обработала, да, корневином, да, корневином, который сухой, да. А вот как-то макали, его много там было, нет? А говорили, что макали, макали, немного, нет, ну, тут все-таки влага... А то есть нужно макнуть там и... Нет, ну, немножко там чисто преподавить, что называется. Вот то, что касается фиалок, не надо быть человеком с широкой душой. Немножко, когда поливаете воды, немножко пожалеть, удобрение, немножко пожалеть. Лучше не долить, лучше не докормить. Также с корневином не надо много. Вот, и черенок сажала вот в обычный грунт, но с корневином. У меня получилось так, что самые первые, вы же проклюнулись торфоперегнойной таблетки просто вот сами по себе. Потом там, который с корневином, но в грунке для взрослых растений. И самый последний проклюнулся, который был с корневином и в торфоперегнойных таблетках. Но у меня... Возможно, это... У вас были какие-то выводы на это вообще? И я так думаю, что это типа передозировки пошло. Совершенно верно, потому что в этих таблетках уже есть заложены стимуляторы роста. Тут еще один стимулятор пошел. И вот у меня впечатление, что это вот типа передозировки пошло. Таблетки, они же используются для проращивания семян и рассады. Там добавлено все. И вот, конечно, такой способ, он довольно-таки дорогой. И это для своих любимых, как бы, пасынков, таблетки дорогие. Массовое выращивание это обойдется довольно дорого. И вы выращиваете стандартные сорта, да, таким способом? Потому что миниатюра, она сажается на год, в принципе. Вот, то есть, ее посадил, там понятия такого стартер нету. И она целый год, пока не зацветет, там и живет. Но вот в таблетке вещества заканчиваются... Черенки, я хочу сказать, что на год этих таблеток не хватит того, что там заложено. Там внесены удобрения, внесены стимуляторы роста. Поэтому миниатюры нерационально сажать в такие таблетки. А стандартное другое дело, он вырос до стартера, это довольно быстро происходит. А потом вы пересаживаете его в обычный гром, и где опять-таки питательные вещества заложены. Там уже питательные, которые... А вот еще вопрос. Или вы поливаете? Обязательно вермикулит и перлит добавляете? Я всегда сажала в без перлит. Если вас устраивает без перлита, без вермикулита, ради бога. Но если вы один раз пересушите эти таблеточки, вы не расковыряете потом, они превращаются в камень. Поэтому, конечно, вот правильно, перлит вермикулит обязательно, это рыхлитель. И когда будете пересаживать, как вы выковырите корни из этой торфяной таблетки? Это проблематично. Вот я как-то попробовала, но мне не понравилось, как разделяются корни. Конечно. Поэтому на этом уже поставила. С вермикулитом это отлично все рассыпается. С вермикулитом, с перлитом. Вот так что вот. Это все, что я хотела рассказать. Если вопросы есть, есть. А вот типа радифарма, из учащихся стимуляторов полно всяких разных. Вы только корневин, да, попробовали? Я пробовала только корневин. И сделала вывод, что лучше я буду вот таким вот образом не заморачиваться. Мне проще. Так, если вам проще или нравится с корневином, это чисто уже дело вашего вкуса, ваших условий, ваших, как вы к этому приспосабливаетесь. Все. А вот для взрослых фиалок какая у вас смесь? Нет, для взрослых фиалок у меня уже совершенно долгая смесь. Я скажу про корневин. Не советую корневину. Потому что иначе у вас фиалка быстро гаскорнит и очень скоро зацветет. Потому что любой процесс, это главное соотношение фитогормонов. И вы сдвигаете в сторону корнеобразования. И пока это у вас накопится. То есть у него как бы вся сила идет на выращивание корневин. Он с углем. Это не разный, это эндалил, масляная кислота. Да, это одинаково, да? Аналог 2.